Дорогие друзья, всем добрый вечер. Я надеюсь, что меня замечательно слышно. С вами Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа компаний Skyway. И, к сожалению, не получается у нас по графику два раза в неделю проводить наши вебинары. Но может быть, к сожалению, а может быть, частью. Почему? Потому что сейчас лето, и я понимаю великолепно, что многие люди находятся в отпусках. Многие люди отдыхают, если меня слышно и видно хорошо. Ставьте, пожалуйста, десяточки. Я думаю, что все нормально. Итак, дорогие друзья, начинаем на сегодняшний вебинар. Хочется поприветствовать всех, всех-всех, кого я знаю, начиная с Юры Зубера, заканчивая, наверное, Тамарой Эдуардовной Юницкой. Хочется действительно многих поприветствовать. Так давно с вами не виделись. И поверьте мне, что работа не останавливается ни на один день, ни на один час, наверное. Буквально вот вчера мы общались с Алексеем Суходоевым. Сегодня он уже сейчас, в данный момент уже, по-моему, находится в скандинавских странах. Вот Сергей Анатольевич Сибиряков, как уже, наверное, в новостях вы читали, он в данный момент находится вместе с Франтишком, летит в Южную Америку. Я на прошлом вебинаре вам говорил о том, что мы встречались в Крыму с Анатольевичем Юницким. Там был Сибиряковский, Сергей Анатольевич, Алексеев Суходоев. Я был там. И передо мной еще я не успел встретиться с Терехиным Дмитрием. Он тоже прилетал в Крым. Интересный был разговор. Действительно, вот, ребята, новости, которые сегодня, вот сегодня выставлены, просто все, бросьте и прочтите новости. Посмотрите, посмотрите фотографии. Это просто невероятные новости. И хочется, конечно, все сразу сейчас, вот, вот, прям немедленно, чтобы немедленно все сбылось. Помните, да, тему сегодняшнего вебинара, который я назначил. Рассмотрим главный вопрос – зачем? Вот этот вопрос – зачем? А зачем все это нужно? Зачем напрягаться? Зачем что-то там еще делать? Когда мы уже столько сделали, мы уже столько проинвестировали. Сейчас нам надо только ждать, когда будет результат. Ребята, вот, я обращаюсь к вам. Вот, вот, это главная тема сегодняшнего вебинара. Хочется, почему? Потому что я сегодня общался со многими людьми, которые, у которых, которые соскочились с расстрочек. Расстрочки с дисконтом 1,600. Дорогие друзья, вот, просто задумайтесь. Они соскакивают с расстрочек с дисконтом 1,600. Вот, просто напишите, что это такое, дисконт 1,600. Слышите меня, да? Дисконт 1,600. Они соскакивают с расстрочки и спрашивают, а надо ли дальше продолжать им что-то делать? Восстанавливать, тем более восстанавливать расстрочку. Такой шанс еще и есть пока. Вот, напишите, последние ребята, кто у нас, последние ребята есть, какие у вас дисконты. То есть, вы вкладываете, не условно говоря, я вам скажу, что вы вкладываете 500 долларов. Какой у вас дисконт сегодня? Вот, 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 500 долларов. Дисконт какой? Вот, посмотрите и напишите, дисконт какой? Вы вкладываете 500 долларов. Вот, вот, что у вас у всех дисконт 600? И я просто поражаюсь, сколько нас много. Это те люди, которые в определенный момент действительно супер помогают. Вот, Михаил правильно пишет, дисконт 125. 125. То есть, вы получаете во сколько раз меньше акций? А те, кто сегодня будет входить, я смотрел сегодня, специально смотрел. Вот, просто посмотрите и скажите, в 3 раза, в 5 раз, у некоторых в 10 раз. В 10 раз уже меньше дисконт. Просто понимание, что происходит. Кто сегодня видел последние новости, ребята, если не видели, немедленно смотрите после вебинара. Вебинар сейчас проведем, потом посмотрите новости. Новости, где в наших производственных цехах собирается уже, идет реальное, не мелко, не штучное, а серийное производство. И правильно там написано в комментариях, что мы всего показывать не можем, но то, что они уже показали, ребята, в цеху реально стоит на сборке уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 юнибусов. 6. То есть, это уже мелкосерийное производство. Хотя оборудование только-только привезли. То, что Сибиряков Сергей Анатольевич сейчас находится уже, нет, еще не находится, он только летит туда. Почему? Потому что, почему прошлый вебинар я не провел, потому что у меня жена прилетала из Соединенных Штатов Америки. Она была в полете больше суток, больше суток. Сергей Анатольевич сейчас примерно точно так же летит. Для чего? Для того, что интересно, не просто интересно, ребята, во всем мире. Две фишки, которые у нас сейчас есть невероятные, это то, что мы прошли налоговую проверку за два года, с 15 по 17 год, при этом ни одного нарушения законодательства, ни одного нарушения каких-либо норм в Белоруссии. Ребята, это не Россия, хотя мы живем в России, мы ее любим, кто-то не любит, а может быть, но все равно, мы с разных стран, ребята, мы с разных стран, но любит, не любит, но в Белоруссии пройти полностью налоговую проверку и не выявить ни единого нарушения законодательства за два года, это не просто многого стоит. Как Леша Суходой говорит, это многого стоит. Это супермногого стоит. Это подтверждение того, что мы работаем абсолютно легально. И все троллевские, как говорится, вообще, заметьте, в последнее время тролли перестали что-либо писать. Почему? Потому что писать не о чем. Потому что суды в Прибалтике мы выиграли полностью. И это сегодня информация есть во всех кабинетах. И у Ковратова Андрея Федоровича, и в головной компании, и в Кэпитал, везде есть информация. Мы все суды выиграли. И не просто выиграли. А сейчас еще предъявляем моральные и материальные издержки, которые мы потеряли. Плюс к этому, как я говорил на многих вебинарах, на многих говорил о том, что если бы мы не потеряли, но это, опять же, не потеря, это приобретение опыта в Прибалтике. Целый год мы потеряли. Но это, наверное, опять же, не потеря, а приобретение опыта. И если бы, если бы, вот здесь не когда бы, а если бы Прибалтика нас приняла как есть, то сейчас, во-первых, там бы поступали огромные инвестиции, которые мы привлекаем, которые идут в наше дело. А во-вторых, было создано более 300 рабочих мест, хотя там у нас было обязательство 50 рабочих мест. И мы за это платили деньги. Это подтверждение того, что мы работаем абсолютно легально. А то, что мы получили сертификат ISO 9001, это сертификат международного качества, признания качества, либо товар, либо услуг, либо продвижение менеджмента. У нас продвижение менеджмента. То есть это подтверждение того, что мы, то, что мы делаем, это будет в дальнейшем. И уже, наверное, где-то начинается. Это то, что мы делаем, такого не делал в мире никогда. То есть такой глобальнейший проект, самый крупный бизнес за всю историю цивилизации мы создаем. И создаем это при помощи краудинвестинговых платформ. И это подтверждено все. И вы, наверное, читали в новостях, что уже прибалтийские страны нас как бы зовут обратно, но как бы обратной дороги нет. Поэтому мы благодарны им за то, что они очень крупные инвесторы у нас находятся и в прибалтийских странах. Это здорово. Это работа Инета Джаны, работа Ирины Волковой, Володи Маслова, Владимира Маслова. Мы часто с ним общаемся. Они живут там. И даже при тех нюансах, которые были в Прибалтике, они продолжали работать. Они продолжали продвигать нашу технологию, привлекать инвестиции, приглашать инвесторов, доносить это до них. Ребята, с Анатолием Довальевичем Ницким мы все рядом. Вот понятие здоровья Анатолия Довальевичем Ницкому мы все рядом. Это, конечно, самое главное, чтобы Анатолий Довальевич был не просто здоров, а еще и... Вот я, знаете, вот я такой же простой человек, как вы. В хорошем смысле слова простой. Я, может, хороший мотиватор, но я такой же. У меня бывает возможно... Вот я хочу когда-то полениться, хочется ничего не делать, хочется подождать чего-то. А чего ждать? Вот здесь тема вебинара «Зачем?». Почему я сегодня обозначил эту тему «Зачем?». То есть очень просто ответить на вопрос «Зачем?». А с другой стороны, очень сложно ответить на вопрос «А зачем?». И почему я это говорю? Потому что сегодня, общаясь с людьми, со многими людьми, за день это было общение порядка 10-15 человек, которые приходили в офис, с кем разговаривал по скайпу, с кем-то по телефону. Вот просто, ребята, задумайтесь. Мы можем участвовать в разных проектах. Это не осуждение, это нормально. И в хайпах, и в инвестиционных проектах, где угодно. Но вот меня очень много... Меня не просто достают. Я, наверное, слишком известная личность в интернет-сфере MLM-технологии. Так как я был топ-лидером в двух компаниях, топ-лидером номер один, плюс к этому собственных два проекта, реальных проекта. У меня предложения поступают каждый день. Начиная с пластинок, которые продвигались. Это не осуждение, это нормально. Еще 4 года тому назад, 5 лет тому назад из Германии, пластинки стиральные. Это тоже нормально. Ребята, участвуйте, делайте. Но перед тем, как начать что-то делать, действовать, задайте самый главный вопрос себе. Зачем? Вот цель. Зачем? И вот 99% тех людей, с кем я связываюсь, кто со мной связывается, ты что, говорит Григорий Михайлович, здесь можно деньги заработать. Я это прошел. И не осуждать, нельзя осуждать. Людям действительно нужны деньги. Особенно вот в постсоветском пространстве деньги нужны. Вот сегодня нужны они очень. Погасить долги, рассчитаться с чем-то, просто заработать, помочь дочери, сыну, кому-то еще. Я понимаю, что сейчас нужны деньги. Но их можно и у нас зарабатывать. И зарабатывать действительно огромные деньги. Не совсем огромные, небольшие деньги. Но их можно и нужно зарабатывать. Повторю, перед чем, как начать что-то делать, принимать решение, в чем-то участвовать, задайте себе самый главный вопрос, зачем? К чему это приведет? Помните, как в том мультфильме. Прежде чем начать что-то идти по какой-то дороге, надо знать, куда вы придете. Так вот, проверьте вашу мечту, вашу цель на нужность, откровенность, честность и полезность. Я еще раз повторю, проверьте вашу мечту на нужность, ценность, откровенность, честность и полезность для людей. На нужность для людей, откровенность для себя, честность для себя, а полезность для всех. И если вы видите, что этот продукт, услуга или что-то еще, будет полезным всем, вот без исключения, и помните очень такую важную, тоже немало, вот оно невероятно важная вещь, это то, о чем мы рассматривали с вами эти вопросы на предыдущих-предыдущих тренингах, вебинарах и так далее, и так далее. Это, я вам напомню, так называемое конкурентное преимущество. Помните, да, что такое конкурентное преимущество? Конкурентное преимущество – это то, что мы создаем. То, что мы создаем, ну, конкурентов у нас не существует. И когда сегодня, вот, допустим, вчера, вчера очень интересный образованный инженер мне говорил, ну, как так? Так, это уже создано в Японии, в Китае, это очень много в Китае, это много и во Франции есть, и в Италии есть, и можно продолжать еще дальше список. Этого нет нигде. Мы, нет этого в мире. Почему нет этого в мире? Потому что по всем показателям, по всем, начиная с экологии, заканчивая материалоемкостью, мы опережаем всех, вернее, мы, конкурентное наше преимущество в том, что мы дешевле, экологичней, экономичней, безопасней всех любых видов транспорта, как грузоперевозки, так и пассажироперевозки, в десятки, даже в сотни, а в некоторых случаях, в отдельных случаях, даже в тысячу раз. То есть наше конкурентное преимущество невероятное. Вот это просто держите у себя в уме. Плюс к этому, общаясь с людьми, с потенциальными партнерами, ребята, не постесняйтесь, позвоните, через скайп свяжитесь, напишите письма, дайте новости. И помимо того, что вы даете новости, что-то скидываете и так далее, людям просто задайтесь вопросом, а хотят ли они участвовать в том, что делаем мы. А мы для себя представим наш результат исполнения того, что мы делаем. Вот представьте себе результат исполнения того, что мы делаем. Вот как Сергей Анатольевич Сибиряков и Леша Суходоева об этом говорит, они футурологи, действительно футурологи. Помимо футурологии Алексей особенно сейчас занимается очень, но чуть позже я вам скажу кое-что. Это такая инсайдерская информация, хочется не проболтаться, потому что говорил, что никому пока говорить не буду, но чуть-чуть завесу приоткрыть. Представим результат исполнения того, что мы с вами делаем, то, что мы создаем. Я говорю так, что вместе с Анатолием Анатольевичем Яницким, и вот как, знаете, такой пример, что вот когда я начинаю лениться, хочется поспать, что-то еще. Я просто довольно-таки не очень часто, но бываю рядом с Анатолием Яницким, такой, знаете, неформальной обстановки. И тогда, когда мы, бывает, идем в баню париться, что-то еще там делаем, там шашлыки готовим, там еще что-то, вдруг Юницкий уходит, поднимается на второй этаж, и видим, он сидит, компьютер открыт, рядом листочки бумаги, рядом у него лежат линейки, рядом циркули и так далее, и так далее. Он делает расчеты. Я на прошлом вебинаре говорил, ребята говорили, так называется, логарифмическая линейка. И это происходит практически постоянно. Это не показуха какая-то. Это реальность, есть реальность. Человек действительно отрешен. Он занимается этим делом. Он поглощен этим делом. Вот это, знаете, все поглощения действительно, то, что делает. Это Антони Дуарченко. Просто представьте себе, ребята, предстоьте себе, что Антони Дуарченко сказал бы, все, ребята, я устал, я буду месяцок-другой отдыхать. Вы можете себе представить, что Юницкий, Антони Дуарченко, ушел отдыхать и полтора-два месяца его просто нет. Вот представьте себе, может это быть или нет. Напишите, да или нет. Вы себе это можете представить? Даже если вы рядом, редко бываете с Анатолием Дуановичем. Напишите, да или нет, может ли быть такое? Человек, который всю жизнь посвятил себя вот именно этому. Юницкая дорога длиною в жизнь. Вот дорога длиною в жизнь. А мы рядом находимся, мы помогаем. И без нашей помощи, Анатолий Дуанович Юницкий, кстати, это бы ничего не сделал. А может быть сделал. Я предполагаю, что все равно бы сделал. Но может быть позже. И может быть с большими затратами времени и энергии, и здоровья. Но мы свою задачу. А насколько мы свою задачу выполняем? Наша задача инвестиции. Вот понимаете, привлечение инвестиций, приглашение людей, инвесторов. А делаем ли мы это? Официальные цифры. У нас в группе компаний Skyway активных инвесторов. Дорогие друзья, я с вами кое-что скажу. И намечу планы на ближайшее будущее. Сделайте. Сделаем мы вместе. Это не сделаем. Это уже наш вопрос. Но я беру калькулятор и считаю, у нас 300 тысяч человек. Примерно 300 тысяч. Это у Андрея Федоровича Хавратова. Это в Capital. Это в головной компании. Это у Симонса, у Сережа Семенова. Это у Копяна. То есть 300 тысяч активных, в принципе, инвесторов. И вот я просто 300 тысяч умножаю. Вы знаете, минимальные инвестиции 25 долларов. Получаем 7 миллионов долларов в месяц. Ребята, минимальные инвестиции. Если вы купили пакеты, я не знаю, там за 10 тысяч долларов, может за 100 тысяч долларов кто-то присутствует, купил пакет. И вы успокоились на сегодняшний день. Я думаю, что таких людей здесь нет на вебинаре. Но если у вас закончились рассрочки, открывайте новые. Открывайте новые рассрочки. Наша задача делать свою работу. Если вы не можете никому об этом рассказать, боитесь, стесняетесь, и что-то еще, тогда, когда мы подтверждаем всей своей деятельностью легальность, невероятную перспективность, глобальность. Дорогие друзья, открывайте рассрочки хотя бы по 25 долларов, чтобы они были сегодня, не завтра, послезавтра, не когда у меня пенсия придет, а сегодня. Полторы тысячи рублей? Нет такого человека, который бы и не нашел полторы тысячи рублей, если он здесь уже есть. Это отговорки. Это отмазки. Так вот, наша задача именно это делать. И если вы сами не можете кого-то пригласить, делайте это сами. Просто сами это делайте. Время летит невероятно быстро. Просто невероятно. Но уж я не говорю, у кого дисконт 600, дорогие друзья. Здесь просто это, это просто нонсенс. Это просто нонсенс. Не продолжать инвестиции. Если у вас дисконт 600, это просто, ну, я вообще, у меня слов нет. Это или мозгов совсем нет, или как Виктор Тарасов бывает грубо говорит, или вы полный дебил, чтобы с дисконтом 600 не продолжать рассрочки. Это надо делать не только для себя, не только для своих детей, для своих внуков. Мы никому ничего не должны. Это опять же, как Гузельчка говорит, я просто с этой девочкой работаю вместе уже 9 лет. 9 лет, и она ученик действительно мастер. Кстати, она в ближайшие, ровно через месяц она улетает снова к мастеру на неделю буквально общаться. Это вне религии. Это мудрость, мудрость в суфе. Это мудрость, вот знаете, она, ребята, она действительно очень хорошая. Хотя мы все, давайте, вне религии. Мы об этом не будем сейчас говорить. Вот когда Гузельчка вернется, может, она кое-что нам и расскажет. Может быть. А может быть нет. Она такая, что не любит рассказывать о себе. Так вот, дорогие друзья, давайте просто представим результат исполнения того, что мы делаем. Результат, представьте сейчас прямо. Результат исполнения того, что мы делаем, что мы создаем. И себя в этом результате. Вот мы что-то делаем, что-то создаем. А это что-то, это то, что нужно всему человечеству. Это то, что нужно всем людям. Это безопасность, экологичность, комфорт. Это просто самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. А теперь представьте себя в этом результате. Что вы сделали. И вот как действительно хочется такое пожелание, знаете, вот не просто монумент, памятник, самый крупный памятник поставить. Ну, конечно, Анатолию Дуарчиницкого и Надежде Посаревой. Это первое. Второе, то, что есть уже, это, конечно, Дмитрию Терехину. Третье, это, конечно же, губернатору. Первый губернатор, который официально поддержал, не испугался никого. Лебедь Александр Иванович. Следующий, кого бы я называл. Ну, я бы, это мое личное мнение, может быть, но это Сибирякова Сергея Анатольевича. А дальше бы я бы поставил памятник. Не, вот даже, Леша, без обид, но, даже Алексею Суходову, хотя он делает просто невероятные вещи. Ему потом можно 10 памятников поставить. Но, следующий памятник, а монумент славы, признание я бы поставил пенсионерам, которые вот в моей структуре, это огромное количество пенсионеров, которые с самого начала, я вам помню, ты на предыдущем гнаре говорил, что у меня есть женщина, которая раньше меня, у меня сертификат под номером 196, а у ней 76, по-моему, или 75 сертификат. И она с тех пор ежемесячно из своей пенсии выделяет полторы тысячи рублей, ну, это в среднем так курс доллара, и каждый месяц до сих пор берет пакеты акций. Но каждый месяц, помните цифру, да, если 300 тысяч нас, вот 300 тысяч активных партнеров по 25 долларов инвестируют, мы закрываем, мы закрываем все наши необходимые суммы, которые необходимы сейчас в еще большей степени. Давайте прочувствуем, то ли это, к чему вот мы все с вами на самом деле стремимся. И что будет вот с теми людьми, просто подумайте, что будет с теми, кого вы привели, пригласили, уговорили из своих друзей, родственников, знакомых. А теперь вот к этой самой мечте, куда мы людей ведем, давайте добавим момент достижения результата. Вот момент достижения результата. Я не говорю сейчас о деньгах. Результат – это первые трассы, реальные трассы. Не, даже не в Минске, это реальнейшие трассы в Минске, в Марьиной Горке. А теперь там, где уже это будет работать на людей. Вот просто представьте, в вашем регионе, в вашей области, в вашей стране комфортно, безопасно, красиво, экологично. И при этом дешевле аналогов в несколько раз. Так вот, к этому моменту, к этому моменту, а добавьте еще года три. И подумайте о финансовых результатах, о стоимости группы компаний Skyway, о капитализации группы компаний Skyway. Это опять же цифры. Я напомню вам обращение, буду напоминать постоянно Анатолий Городович Юницкого, которому уже два с лишним года, три года уже. Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Самый крупный бизнес, потребность которым невероятная. Во всех отношениях. Так вот, изменится ли ваше отношение к нашей мечте, к нашей общей цели через эти два-три года? Просто подумайте об этом. И мы с вами не должны думать о том, сколько всего нам предстоит сделать в этой жизни. Вот не надо, а может быть надо. Я считаю, что не надо. Думать о том, что будет вот еще там, через сколько-то. Достаточно наверняка знать, что нам надо сделать сегодня. Очень простая вещь. Если у вас закончилась рассрочка, открыть ее по новой. Хотя бы на 25 долларов. Хотя очень скоро, вы знаете уже эту информацию, будет принято решение. Я считаю, что на 90% будет принято решение. Это мое мнение. Обратного выкупа. Вы не только сможете вернуть свои вложенные деньги, но еще и при этом заработать хорошо. А часть своих пакетов оставить на будущее. И это правильно. И заканчивая наш сегодняшний вебинар, сегодняшний вебинар, я просто хочу всех, всем быть благодарен, всем и каждому, с кем свела меня эта жизнь. Я могу всех предстоять по фамильям, по именам, но это будет очень долго. Я благодарен кому-то за помощь, которую они мне оказали. Благодарен кому-то за пример, который они мне дали в жизни. Благодарен за тот урок, который мне преподал кто-то в этой жизни. А кому-то просто я благодарен за что? Что он или она есть. С благодарностью и любовью. С вами был Григорий Мирошенченко, город Челябинск. Следующий вебинар у нас будет во вторник, но перед окончанием я очень вас прошу, дорогие друзья. В воскресенье Виктор Тарасов, Магасумова Гузель и Виталий Серов проводят повтор невероятного вебинара по акциям, где вы узнаете все абсолютно об акциях. И предыдущий вебинар, многие слышали, это будет еще с обобщением. Плюс к этому, возможно, на этом вебинаре будет озвучено как раз то, что нас ждет в дальнейшем, в ближайшем будущем технологии блокчейн, криптовалюта и так далее, и так далее. Что сейчас происходит? Чем занимается Алексей Суходоев? Который действительно живет в самолете. Живет в самолете. И Сибиряков Сергей Анатольевич. Я уж в меньшей степени и Инета Аджана, и Ирина Волкова, и Владимир Маслов, и Лариса Артамонова, низкий поклонный, и то же самое. Ребята, мы каждый даем свою информацию. На всех вебинарах быть невозможно, но старайтесь выбирать время и слушать вебинары и Ларисы Артамоновой, и Владимира Волкова, и Виктора Тарасова, Магасума и Гузель, но от Виктора Тарасова и Магасума и Гузель особо рекомендую вникать. Почему? Потому что финансовая грамотность, сейчас их приближается, и что вы будете, что мы будем делать с теми активами, которые у нас есть, вот это как раз самое главное. И я чем дальше общаюсь с людьми, тем больше понимаю, что это основной вопрос, как грамотно распоряжаться своими активами. Еще раз всем благодарю. До встречи на следующем вебинаре. С вами был Григорий Мирошниченко, город Челябинск, группа компании Skyway и ваш покорный слуга. Я сегодня слово, Юра, наверное, ты проси слово, сегодня даю слово. Почему? Потому что мне срочно надо, срочно надо бежать. У меня тоже есть обязательства определенные. И во вторник мы с вами проводим еще тоже вебинар. И в среду я уже буду снова в Симферополе, в Крыму. И во вторник мы еще с вами поговорим об очень интересных вещах, которые сегодня не успел просто озвучить. Но я думаю, с позволения Алексея Суходоева и, скорее всего, Виктора Игоревича Бабурина мы это доложим. Итак, дорогие друзья, всем до встречи на следующих вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok